В Челябинске сегодня начался суд над мошенниками, которые вымогали деньги у водителей, разыгрывая перед ними настоящие спектакли с дорожными происшествиями, сбитыми пешеходами и подставными свидетелями. Жертвами, как правило, становились владельцы дорогих иномарок. По данным следствия, с помощью нехитрой схемы аферисты заработали миллионы рублей. Репортаж Сергея Цуцкина. В этом судебном процессе свои лица прячут и обвиняемые, и потерпевшие, которым до сих пор тяжело осознать, что их виртуозно обманули, выманив у каждого больше 200 тысяч рублей. На скамье подсудимых 5 человек, и это только часть из тех, кто подозревается в инсценировках ДТП. Все происходило по тщательно продуманному и отрепетированному сценарию. Заранее выбирался пешеходный переход, перед которым парковался один из злоумышленников, закрывая свои машины обзор. Второй поджидал дорогой автомобиль и бросался под колеса. Следом появлялись псевдоочевидцы, которые объясняли жертве, что видели, как он сбил человека. Мошенники не забывали о том, что во многих автомобилях установлены видеорегистраторы и действовали так, чтобы не попасть в объектив. Тот, кто изображал пострадавшего пешехода, подбегал к машине сбоку, когда она проезжала мимо. Здесь сбивал зеркало заднего вида, либо оставлял царапину на двери, после этого предъявлял разбитые часы. За испорченную вещь преступники требовали баснословную сумму, а чтобы жертва охотнее расставалась с деньгами, перед ней разыгрывался целый спектакль. Пострадавший пешеход выступал в роли сотрудника Следственного комитета и показывал поддельное удостоверение. Подельник под видом его советника помогал уладить дело. По мере необходимости жертве звонили сотрудники скорой помощи, диспетчер МЧС, мастер по ремонту часов, а в нужный момент приезжал человек в форме сотрудника полиции, который и ехал с жертвой за деньгами. Актеры были предельно вежливы, чем и подкупали пострадавших, убеждая их в реальности своих персонажей. Потерпевшие говорят, это была самая дорогая театральная постановка, которую они когда-либо видели. Только через некоторое время, наведя справки, они выясняли, что эти люди не работают в Следственном комитете и понимали, что их попросту обокрали. После чего составляли заявление в полицию. Слаженная команда начинает прессовать водителя очень быстро, очень оперативно, очень активно. И человеку очень трудно в этой ситуации выбрать правильную стратегию поведения. Задержать мошенников удалось, когда очередная жертва отказалась от предложения уладить все потихо. Очередная жертва просто решила все сделать не так, как ей предлагали, а совершенно верно, как требует того закон, вызвать сотрудников полиции и провести разбор на месте. После чего они и были задержаны. Видеоподобных инсценировок в интернете предостаточно. Запись на видеорегистратор – лучшая защита от мошенников. Он уже проехал пешеходный переход, и вы в него ударились, в заднее крыло. Он мне по руке выдал. Слушай, ты кончай, давай, сейчас я вызову. У меня на видеорегистратор это снято. Но даже если обман не зафиксирован на камеру, юристы советуют не бояться и официально заявить об аварии. Первое, что надо сделать, это все-таки включить телефон, включить видеокамеру на нем и начать снимать все подряд, все, что происходит. И тогда, скажем так, мошенники, скорее всего, сами отступят, поскольку светить свои лица, они, конечно, не намерены. Подозреваемые в мошенничестве частично признали свою вину. Процесс, судя по всему, затянется не на один месяц. Предстоит изучить 20 томов уголовного дела с подробным описанием преступной схемы. Сергей Цуцкин, Максим Трубников, Елена Карькина, Андрей Ткач, Уральское бюро Первого канала, Челябинск.